Здравствуйте! Наступило наше время. В эфире ежедневная информационная программа телеканала «Просвещение». Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Лен можно использовать при создании главных частей боевых ракет. Об этом заявил генеральный директор Всероссийского института авиационных материалов Евгений Каблов. По его словам, лен может быть применен в качестве исходного материала для получения углена, который помогает достигать очень высокой температуры для главных частей ракет. Новосибирские археологи обнаружили старинные украшения и редкие монеты в Кудряшовском бару. Исследуя захоронения, удалось выяснить, что все эти вещи принадлежали представительницам древнего знатного рода середины 8-го, начала 9-го века н.э. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Новосибирск в рамках первого железнодорожного турне по Сибирскому федеральному округу. Глава кабинета министров посетил Новосибирский академгородок. Здесь проходит работа летней инновационной школы. Студенты и молодые ученые смогли задать премьер-министру интересующие их вопросы. Больше всего волнует новаторов коммерциализация научных разработок и привлечение инвестиций. Нужно развивать венчурное инвестирование и привлекать государственные фонды, отметил глава правительства. На какие еще вопросы дал ответ и премьер-министр, рассказывает эксперт летней инновационной школы Иван Шелемба. Наше предложение, Дмитрий Анатольевич, стояло в том, что для увеличения эффективности тех средств, которые выделяются большими госкомпаниями на новые разработки, на инновационные программы, для того, чтобы эти деньги оставались более эффективно, мы предлагаем этим компаниям свои исследовательские инновационные подразделения размещать в технопарке Новосибирского Академгородка или просто в Академгородке, для того, чтобы получить доступ к тем инновационным компаниям, которые здесь работают, для того, чтобы получить доступ к разработкам сибирского отделения российской инновации, чтобы было такое живое общение между крупными государственными компаниями, мелким бизнесом и наукой. Сейчас нам, небольшим компаниям в Новосибирске, достаточно сложно прорваться в каких-то больших промышленных гигантов, непонятные точки входа в эти компании. Конечно же, так же является то, что мы находимся в Новосибирске, а не в Москве, в других городах. Нам бы было удобнее с ними взаимодействовать. Дмитрий Анатольевич пообещал каким-то образом вопрос, как это можно сделать. Он же тоже не может взять и отбежать компании присутствовать в технопарках и прочих структурах. Студентов в августе считают, в Москве подвели первые итоги приемной кампании этого года. На пресс-конференции в офисе российской газеты представители вузов обсудили средний проходной балл и перемены в жизни высшей школы. Так, с этого года призеры всероссийских олимпиад могут подавать документы к зачислению без экзаменов только в один вуз. То же касается и льготных категорий граждан. Кроме того, поколение абитурентов 2012 года можно поистине назвать цифровым. Большинство поступающих подали электронные заявления. Что касается итогов приемной кампании в столице, то на сегодняшний день только МГИМО полностью закончил прием студентов. Другие вузы все еще продолжают принимать оригиналы аттестатов. В этом году средний проходной балл у нас опять повысился по сравнению с прошлым годом. И сейчас у нас по первой волне где-то 248 баллов. Нас это очень радует, потому что мы многое ожидаем от тех, кто придет на первый курс. Речь шла и о проблеме выбора профессии. Как и прежде, вчерашние школьники желают стать финансистами и артистами. А также по-прежнему едут покорять Москву и не хотят оставаться в регионах. При этом мнение родителей при поступлении в вуз теперь учитывают всего 5% абитурентов. В продолжении нашего выпуска обзор новостей высшей школы страны. Студенты Юго-Западного государственного университета завоевали три серебряных медали на Олимпиаде в Лондоне. Инна Дереглазова принесла России серебро в командной рапире. Александр Иванов и Татьяна Коширина заняли вторые места в соревновании тяжелоатлетов. В Дальневосточном федеральном университете создадут Центр ядерной медицины. Проект нацелен на разработку новых способов диагностики и лечения онкозаболеваний. В числе партнеров Курчатовский институт, Институт проблем безопасного развития атомной энергетики, Российская Академия наук и Объединенный институт ядерных исследований, а также Исследовательский университет ядерной физики в Осоке. В конце этой недели страна отметит 100-летие ВВС. В Жуковском военно-воздушный флот нашей страны появится в небе в мирное время. Пока летчики репетируют парад, конструкторы обсуждают новые технологии и материалы в развитии военной авиации. Такие идеи разработки должны обеспечить обороноспособность России. Своими достижениями поделились сотрудники Всероссийского научно-исследовательского института авиационных материалов. Подробности далее. Материалы, созданные в стенах этого исследовательского института, есть во всех отечественных летательных аппаратах. Интеллектуальные материалы и умные конструкции являются результатом труда сотрудников ВИАМа. Институт можно назвать образцом по привлечению молодых специалистов в науку. Здесь работают почти 2000 сотрудников. Более 700 из них – молодые специалисты. В институте разработана непрерывная система подготовки кадров. Мы взяли третью школу со всего Геленджика, ребят наиболее, которые проявляют интерес к химии, физике и математике, потому что это основа образования – физика, химии, математики. Мы их собираем в отдельный класс. Потом из этих ребят кто-то поступает и приезжает учиться в Москву. Либо в РХТУ, либо в МАТИ, либо в ВТУ. При этом мы платим за обучение, если он не попадает на бюджетное. Далее студенческая скамья сменяется научной лабораторией. Но на научные просторы студентов сразу одних не выпускают. Как только приходит молодой специалист, к нему прикрепляется наставник. Через каждые полгода мы заслушаем отчет работы и молодого специалиста, и наставника. Также наставников мы отмечаем и материально, и командируем их, соответственно, лучших наставников на участие в зарубежных командировках. Молодыми учеными двигает здоровое тщеславие, рассказывает сотрудник ВИАМ Дмитрий Коган. Он посвятил науке 13 лет, но ничуть не жалеет, что выбрал такой путь. Достойная зарплата и новейшее оборудование не может не стимулировать к научным открытиям, рассказывает Дмитрий. За примерами ходить далеко не надо. Так бронестенка кабина самолета «Сухой Суперджет» разработана в ВИАМ. Всегда Россию отличал нетрадиционный подход к созданию. То есть, условно говоря, тот материал или та технология, над которой, к примеру, США работает 10 лет, в России может быть разработана за три года. Результаты интеллектуального штурма будут доступны и для обывателей. В авиашоу на аэродроме «Жуковский» 11-12 августа планируется задействовать свыше сотни самолетов и вертолетов ВВС России. Здесь каждый зритель сможет воочию оценить обороноспособность страны. Наталья Ершова, Илья Титов, телеканал «Просвещение». Галя Луцкая, героиня нашего следующего сюжета, родилась в Москве. В семье научных сотрудников и получила математическое образование. Но мы познакомились с ней не на конференции и не в лекционной аудитории, а на персональной выставке. Что получается, когда математик становится художником? Ответ на этот вопрос знает наш корреспондент Ольга Афонина. Ей слово. Галя Луцкая признается, когда зрители узнают, что по образованию она математиком, проще понять ее работы. А что изображено на картине Галли – плывущий корабль или корзина с яблоками – решать только зрителю. Именно поэтому художник даже никогда не называет свои картины. Для меня название – это что-то вторичное. То есть оно не появляется естественным образом в картины. Если я сдаю куда-то, там и мне нужна опись, тогда я там мучаюсь и придумываю название. Работы Галя Луцкой всегда закончены математически выверены. При этом смотреть на них можно бесконечно. Однажды, увидев, насколько объемна ее работа, художница просто взяла проволоку и повторила картины в этом материале. Один зритель может увидеть в изгибах проволоки лишь линии и узлы. Другой видит космос. Я вижу структуру пространства. Я вижу упругость энергетических линий пространства, которые в ткани многослованы. Они как и в пространстве многослованы, но в ткани они создают эту нежную бархатистость. Поэтичное видение математически точных картин. Возможно, это и есть искусство. Галя Луцкая любит экспериментировать. Ведь интересно только то, чего раньше никогда не делал. И кто знает, какой материал станет предметом ее творчества в следующий раз. Ольга Афонина, Илья Титов, телеканал Просвещение. Миробразование, науки и культуры бесконечен, а наш выпуск, к сожалению, нет. До встречи, увидимся, когда наступит наше время. Редактор субтитров А.Семкин